Глава седьмая. Если есть надежда, писал Уинстон, то она в пролох. Если есть надежда, то больше ей быть негде. Только в пролох, в этой клубящейся на государственных задворках массе, которая составляет 85% населения Океании, может родиться сила, способная уничтожить партию. Партию нельзя свергнуть изнутри. Ее враги, если у нее есть враги, не могут соединиться, не могут даже узнать друг друга. Даже если существует легендарное братство, а это не исключено, нельзя себе представить, чтобы члены его собирались группами больше двух или трех человек. Их бунт – выражение глаз, интонация в голосе, самое большее словечко, произнесенное шепотом. А пролом, если бы только они могли осознать свою силу, заговоры ни к чему. Им достаточно встать и встряхнуться, как лошадь стряхивает мух. Стоит им захотеть, и завтра утром они разнесут партию в щепки. Рано или поздно они до этого додумаются. Но он вспомнил, как однажды шел по людной улице, и вдруг из переулка впереди вырвался оглушительный в тысячу глоток крик, женский крик, мощный, грозный вопль гнева и отчаяния, густое, огудящее, как колокол. Сердце у него застучало. Началось, подумал он, мятеж. Наконец-то они восстали. Он подошел ближе и увидел толпу. Двести или триста женщин сгрудились перед рыночными ларьками, и лица у них были трагические, как у пассажиров на тонущем пароходе. У него на глазах, объединенная отчаянием, толпа будто распалась, раздробилась на островке отдельных ссор. По-видимому, один из ларьков торговал кастрюлями. Убогие утлы и жестянки, но кухонную утварь всегда было трудно достать. А сейчас товар неожиданно кончился. Счастливцы, провожаемые толчками и тычками, протискивались прочь со своими кастрюлями. Они удачливые галдели вокруг ларька и обвиняли ларечника в том, что дает по блату, что прячет под прилавком. Раздался новый крик. Две толстухи, одна с распущенными волосами, вцепились в кастрюлю и тянули в разные стороны. Обе дернули, ручка оторвалась. Уинстон наблюдал с отвращением. Однако какая же устрашающая сила прозвучала в крике всего 200 или 300 голосов. Но почему они никогда не крикнут так из-за чего-нибудь стоящего? Он написал, они никогда не взбунтуются, пока не станут сознательными. А сознательными не станут, пока не взбунтуются. Прямо как из партийного учебника фраза, подумал он. Партия, конечно, утверждала, что освободила пролов от цепей. До революции их страшно угнетали капиталисты, морили голодом и пороли. Женщин заставляли работать в шахтах. Между прочим, они там работают до сих пор. Детей в 6 лет продавали на фабрике. Но одновременно, в соответствии с принципом двоемыслия, партия учила, что пролы по своей природе низшие существа. Их, как животных, надо держать в повиновении, руководствуясь несколькими простыми правилами. Сущности о пролах знали очень мало. Много и незачем знать. Лишь бы трудились и размножались, а там пусть делают, что хотят. Предоставленные сами себе, как скот на равнинах Аргентины, они всегда возвращались к тому образу жизни, который для них естественный. Шли по стопам предков. Они рождаются, растут в грязи, в 12 лет начинают работать, переживают короткий период физического расцвета и сексуальности, в 20 лет женятся, в 30 уже не молоды, к 60 обычно умирают. Тяжелый физический труд, заботы о доме и детях, мелкие свары с соседями, кино, футбол, пиво и, главное, азартные игры. Вот все, что вмещается в их кругозор. Управлять ими несложно. Среди них всегда вращаются агенты полиции мыслей. Выявляют и устраняют тех, кто мог бы стать опасными, но приобщить их к партийной идеологии не стремятся. Считается нежелательным, чтобы пролы испытывали большой интерес к политике. От них требуется лишь примитивный патриотизм, чтобы вызвать к нему, когда речь идет об удлинении рабочего дня или о сокращении пайков. А если и овладевает ими недовольство, такое тоже бывало, это недовольство ни к чему не ведет. Ибо из-за отсутствия общих идей обращено оно только против мелких, конкретных неприятностей. Большие беды неизменно ускользали от их внимания. У огромного числа пролов нет даже телекрана в квартирах. Обычная полиция занимается ими очень мало. В Лондоне существует громадная преступность, целое государство в государстве. Воры, бандиты, проститутки, торговцы наркотиками, вымогатели всех мастей. Но, поскольку она замыкается в среде пролов, внимания на нее не обращают. Во всех моральных вопросах им позволено следовать обычаям предков. Партийное сексуальное пуританство на пролов не распространяется. За разврат их не преследуют, разводы разрешены. Собственно говоря, и религия была бы разрешена, если бы пролы проявили к ней склонность. Пролы ниже подозрений. Как гласит партийный лозунг, пролы и животные свободны.